К эстетике вопрос, то есть тут все очень аккуратно нарисовано и там внимательно это видно, там подобраны какие-то стили, все дела ровненько, всякие отступы, линейки тоненькие, все такое, но если посмотреть на это все в целом, у тебя здесь очень-очень много на самом деле информационного мусора вот того самого прям по определению из лекции, то есть все вот эти линейки, вот эта, вот эта линейка, вот эта линейка, вот эти все рамочки, вот эти все какие-то линии, они все вроде как одинаковые, но большая часть из них вообще ни для чего не нужны, какие-то из них очень существенные, потому что это на самом деле часть вообще конструкции. Потом опять какие-то еще, еще, еще линии. И в результате у тебя тут вроде не так-то много элементов управления, но вот когда ты на это все смотришь, чисто графически кажется, что прям тут так много всего, что вдруг ты что-то пропустишь, вот прям, знаешь, за все вот эти штуки глаз зацепляется. А нельзя ли вот сюда случайно нажать? А вот тут нету ли в этом какого-то тоже элемента управления? А это на самом деле просто какие-то перегородки. Понимаешь, про че? То есть хочется вот это все вычистить и как-то добиться... Ну вот, может быть, даже мы сейчас как-нибудь это придумаем, не знаю. Во-первых, мне кажется, если даже просто все сделать чуть потемнее, у тебя уже вот эта вот часть с окном, она как бы обособится, получится, что ей не нужно иметь вот эту серую обводку. Давай ее сразу уберем. Ну, я имею в виду линию. Вот у тебя окно, да? Это тоже все почистим просто, чтобы представить, как это выглядит. Ну и вот это, да, тоже давай все сутрем. Вот, теперь вот это все выбор, но в принципе, надо ли ему быть на такой вот своей отдельной белой панели, а всему этому быть на еще одной вот такой рамочке, которая живет вот в этом белом космосе. То есть вот если мы просто вот это уберем... Кстати, ну и вот эта тоже линия, зачем она тут у тебя, что от чего она отделяет? Сейчас давай вот это вырежем так, чтобы я не залезал до края. Вот, ой, белым, да? Вот эти все сейчас рамки давай тоже уберем. И вот это. Что сейчас произошло? Кто скажет? Стало проще считываться. А что ухудшилось? Группировка. Вот слева непонятно теперь, группа это или нет. Ага. То есть мы понимаем, что вот эти линейки, хоть они и были информационным мусором в нашем таком понимании, но они пытались как-то на себе нести вот эту роль конструктивного элемента. То есть они объясняли нам взаимосвязь чего-то и как-то немножко с этим делом спасали. Когда мы их стерли, у нас тут вообще вот даже получилось какое-то бесформенное все. Да что ты, что-то я не справляюсь с управлением. То есть вот даже просто край вот этой штуки непонятно где, да? Что с этим можно сделать? Поместить на цветную плашку просто как-то, ну вот эту серую хотя бы использовать, подложку, которая под окном, чтобы разделить. А вот смотрите, вот я сейчас нарисовал какие-то линии, да? Хотя их тут не было нарисовано, но я их почему-то откуда-то взял. Откуда я их взял? Да. Из расположения элементов. Ага. К чему я это клоню? Потому что надо все расставить так, чтобы не было таких порогов, когда мы рисуем. Ну вот если эти линии взять. Да, то есть все правильно, говорит Ксения. То есть смотрите, я вот это нарисовал, хотя этого нарисовано не было, да? Нет таких элементов графических, которые бы вот так такие линии собой проводили. Но я их все равно как-то вот откуда-то взял. Значит, если мы хотим, чтобы вся наша конструкция имела какую-то прямоугольную форму, перед тем, как рисовать линейки или плашки, это одно и то же. То есть мы сейчас заменим линейки на плашки, и точно так же я буду думать, как с плашками бороться. Вместо этого нужно придумать, как нам все так расставить, чтобы вот эти вот линии, которые я сейчас нарисовал, в голове у нашего зрителя рисовались сами собой, без нашей помощи. И ну как минимум можно начать с того, что просто всему макету вот избавиться от вот всех вот этих вот торчащих каких-то элементов, да? Вот конструктор окон тут стоит нигде, ну то есть в случайном месте. Мы с вами уже тоже говорили, что центровка – это плохой прием, потому что это значит, ну не выровнено ни почему, просто стоит где попало. Значит, вот надо так, да, например, он стоит в углу. Теперь вот… Оконную конструкцию. Оконную конструкцию, да, давайте тоже вот куда ее, давайте постановим, что мы хотим, чтобы вот здесь у нас была наша линия, да? Значит, мы эту оконную конструкцию сюда вот прям ставим. Ну, вот эти ребята, им хочется как будто бы чуть повыше встать тоже на эту линию, но кроме того, что повыше, смотрите, у них здесь еще… Ой, вот этот, да, есть порог. А еще здесь есть вот эта вот дыра, которая слишком большая, и в ней тоже все проваливается. Поэтому, ну тут надо подумать, как лучше сделать. Пока что я хочу начать с того, что все-таки поближе вот к своей подписи, но именно в плане такой теории близости, да, подвинуть, потому что она подписывает их. То есть им бы быть ближе к ней. А дальше, ну, посмотреть, что с ним сделать можно. То есть, может быть, например, сами эти кнопки можно будет немножко растянуть, чтобы оно, например, вот досюда и досюда встало, и тут все у нас будет прям железобетонно. Ну, кстати, что, давайте так и оставим. Мы же тут сейчас примерно строим. Нам не обязательно… Ну, вот что-то такое. Конечно, неприятно, что я их так растянул, исказив пропорции, но я могу сделать вот так, растянуть их, не меняя пропорции, и обратно сюда вот попасть. Вот. Теперь у меня опять с теорией близости из-за того, что они стали больше, новая возникла проблема. У меня вот это расстояние от каждого из этих элементов до серого этой плашки с окном стало меньше, чем расстояние между самими этими элементами. Это нелогично. Они друг с другом образуют какую-то группу, а между ними расстояние должно быть меньше. Ну, кстати, вот я теперь на них смотрю и думаю, а нафига нам каждый из них опять брать в рамочку? То есть вы, конечно, меня извините, что я опять за свое. но... Ой, да блин. Вот видите, там между ними вот эти двойные палки кругом стоят. Нафига нам это надо? Это же все вот в какие-то линии, которые ничего не значат. Если так сделать, смотрите, насколько они легче смотрятся. А тогда и выделенные из них не нужно настолько жирно прям брать вообще в супер, мега, гипер рамку. Достаточно ее сделать просто как-нибудь чуть-чуть выделить. Вот она у нас. Сейчас мы ее... Вот видите, теперь у них собственная появилась эта верхняя граница. Мы можем уже спокойно эти окошки вот так вот выровнять. И, например, то из них, которое сейчас выбрано, мы... Ну, не знаю, что мы с ним сделаем. Давайте мы его покрасим, не знаю, синим. Может быть, это мало, да? То есть все-таки недостаточно цвета. Может быть, мы захотим там как-то его еще, не знаю, подчеркнуть или ну что-то сделать, вот чтобы оно прям выделилось. Но и то, видите, я его не со всех сторон обвожу, а только вот так показываю, да, что вот выбрано. Смотрите, насколько чище вот эта штука верхняя смотрится. При этом никакой информации не потерялось. И вот эта линия верхняя, она у нас сейчас видна, хотя она не нарисована. Видите? Ну, прекрасно. Теперь вот здесь спорное тоже место. Вот этот фончик, он тут вылезает за окно номер один. И вот эти вещи вроде как по вот этой линии стоят у нас, да? А конструктор окон я не так поставил. Давайте его тоже поставим сюда, раз уж такая у нас линия. Но вот это, конечно, всегда проблемная история с такими всякими торчащими фончиками. Непонятно, почему их ровнять. Я бы подумал, как от этой штуки вообще избавиться. Может быть, все-таки задвинуть бы это сюда для пущей такой прямоугольности. И понятнее станет, как это работает. Вот у нас уже сверху, ну, теперь у нас тут, видите, вот эти ребята конфликтуют. То есть тут плашка и тут плашка. И при этом они друг с другом не выровнялись. А вот оконная конструкция, она как бы наоборот, на белом фоне, как вот это. То есть тут вот место, через которое какой-то воздух протекает. То есть оно, в принципе, читается, что тут линия, но хочется как-то ее усилить. Я поэтому думаю, что может быть вот этот серый фон все-таки нам продлить вот сюда. Не знаю, почему у меня там что-то размазалось как-то не так. Да что такое? Что-то я не... Вот. И тогда, может быть, станет... Ну, конечно, надо будет оконную конструкцию когда тоже вот так задвинуть и этих ребят сдвинуть, но тут уже вверх будет лучше равняться. Но мне, конечно, не хочется с вами так делать, потому что вы тогда подумаете, что я это плашкой решил. А я это плашкой решил не потому, что мне эта плашка была нужна, а только ради того, чтобы вот с этой плашкой подружить. Ой, почему-то undo больше не работает. Капец, прикольно. Что-то сломался в фотошоп. Давайте все-таки вернем здесь белый фон. Ой, я еще и подчеркивание случайно свое сломал, которое тут старательно рисовал. А тут вернем серый. Что же там происходит? Вот. Вот тут, ну, я просто сейчас пока вот эту штуку убрал. Не знаю. Потому что раз уж мы сейчас с вами тут именно версткой занимаемся, подумать как-то отдельно вот. Типа научиться расставлять вещи, чтобы они прямоугольники образовали. Ну вот. Тут, кстати, теперь прямо бросается в глаза вот эта пустота. То есть сразу хочется, как вот мы там со всякими таблицами делали, подумать, как тут, не знаю, подтянуть. Но тут еще вот эта штука тоже мешает, да, потому что она с этим зачем-то связана. Ну, давайте сделаем пока что вот так. Раз, два, три, четыре. И, например, вот так. Раз, два, три, четыре. Это чтобы кнопка осталась отцентрованная, хотя, в принципе, сейчас, наверное, всем пофиг. Ну вот просто там хоть как-то чуть-чуть подтянул. Ой, я еще цену сломал. Но тут, кстати, вот тоже это все спокойно тут влезет. Двое точек тут не нужны. Срок изготовления. Ну вот почему изготовление-то? Почему не просто срок? Хоп. Ну, то есть явно тут есть еще резерв для того, чтобы это сузить, даже в таком варианте. Ну и, соответственно, снизу теперь тоже какими-то теми же приемами можно попытаться добиться прямоугольности. То есть вот это, кстати, здесь серый фон по-любому надо распространить вот на эту часть, потому что это же, ну, объективно... объективно... А что у вас случилось? Объективно связанные вещи. То есть вот это вот относится к створке конкретной, а не ко всей вот этой серой плашке вместе взятой. Правда же? Значит, она должна стоять вот здесь. Ну, и мне кажется, слово створка тут просто никому не нужно или не нужно. Оно тут просто стоит, мешает. То есть и так понятно, что это вот к створке относится. Оп! Подтянули поближе, да и все. Ну и теперь, конечно же, хочется взять и вот эту часть закрасить белым, чтобы это прямо стало окошко, и вот эта рамка стала лучше видна. Заодно лучше видно, что вот эта линия это граница самого окна, а вот это какие-то тут чертежные наши конструкции. Ну вот, теперь, естественно, вот это тоже мы выровняем по тому же низу. Вот у нас уже, кстати, можно теперь все вместе подтянуть к словам конструктор окон. И раз уж это у нас заголовок, то можно его сделать там как-нибудь покрупнее. Ну, вы, конечно, на это смотрите, но мне хочется вот еще все вот это собрать плотнее. Ага. Ну, попробуй просто в качестве упражнения все то же самое сделать сама потом. Давайте я эту картинку вам закину в чат для истории просто и потому что сохранять я ее, конечно же, не буду. Вот. А еще это вот первое, да, я сказал, что у меня две вещи, о которых я хотел сказать. А второе, это вот эти ребята, которые смотрят друг на друга, вот эти стрелки. Это прям, ну, фиговый прием во всяких выпадайках разворачивать стрелки встречу друг другу. то есть просто, ну, другой какой-то нужен прием показать, что у тебя раскрыто. Или ты, ну, выделенный из этих кнопок нажми там как-нибудь посильней и покажи, что вот эти ребята входят в эту секцию, просто у тебя будет видно, что эта секция развернута, а эта секция свернута. Потому что, когда вот эти стрелки смотрят вот так навстречу друг другу, они начинают жить своей жизнью, взаимодействовать как-то тут между ними какой-то тут японский смайл уже образуется. А если у тебя их будет три, они все друг на друга смотрят, то есть ты уже, глядя на это, вообще никогда не поймешь, что это все значит. Просто тоже появляется мусор. Короче, вот так не стоит делать.